Итак, друзья, долгожданный для многих патч 1.04 или просто 4 патч, потому что очень странное название патча делает 2K, наконец-то вышел. Ожидаемый он был прежде всего из-за того, что после последнего патча игроки испытывали массу проблем с потерями. Зачастую они были оправданными, но примерно по ощущениям процентов 30 потерь были абсолютно на ровном месте. То есть ты терял мяч вне зависимости, бывало от того, насколько хорошо ты играешь, насколько в правильной ситуации находишься игроком и так далее. То есть глупые потери, их нужно было пофиксить. Я надеюсь, что они учли именно ошибки, не полностью убрали потери, потому что они были, на самом деле, это изменение, оно было, на мой взгляд, очень грамотным. Потому что есть куча креветок, которые просто берут игрока, типа, например, Рассела Весбрука, Джона Уолла. Была, ну, можно перечислять массу таких атлетичных игроков с хорошей скоростью и дриблингом и просто ломятся под кольцо. И врезаются в других игроков, мяч при этом не теряется. Нужно было как-то это исправить. И вот такое решение, не совсем идеально реализованное, было добавлено в патч 3. У многих это вызвало кучу негодования. Вот, я надеюсь, что они просто исправили ошибки этого изменения, но не убрали его совсем. Потому что если они уберут его совсем, то мы вернемся с вами вот в эту эпоху тотального абуза, которая, в принципе, хотя бы чуть-чуть меньше стала. Оно не ушло совсем, но тем не менее. Итак, мы поговорим с вами об основных изменениях. Вот, то, что касается карьеры, парка и так далее, ну, я буду, может быть, посмотрю там вкратце. MyGM, MyLeague вообще затрагивать не буду, потому что это режимы очень такие специфичные. В них играет, наверное, не больше 1% игроков. Вот, давайте быстренько посмотрим. Я буду вместе с вами первый раз смотреть эти изменения перед стримом, пока патч у меня как раз закачивается. Итак, первое изменение связано с правильным видимо отображением татушек. Окей, это очень важно. Была какая-то проблема, когда в кооперативной игре вы теряли управление над своим игроком. Ни разу не сталкивался с этим. А, наконец-то, то, что, чем вообще больше всех, наверное, бомбило у Криса Смува, это вот это вот. Пофиксена проблема дисконнекта во время онлайн игр. Ну, возможно, но тут не написано конкретно, возможно, это проблема, так называемого, нулевого, не знаю, как называется, нулевого поражения. Когда еще игра не началась, происходит дисконнект, счет 0-0, и тебе засчитывают поражение. А, возможно, связано с этим, я надеюсь, по крайней мере. Дальше у нас идет проблема для ПК. Видимо, было связано с тем, что у некоторых были какие-то, то ли с программным обеспечением, то ли с наличием вирусов, либо с антивирусным обеспечением. В общем, связаны, в общем, крахи игры. Все это было пофиксено, если у вас были какие-то проблемы с игрой, серьезные, то, скорее всего, они могли быть исправлены. Вот это вот я не знаю, что за хрень. Скорее всего, очень редкая проблема. Так. А, проблема с отображением контрактов была в MyTeam исправлена. Окей. Вот это вот. На самом деле, очень странно, но вот здесь вот не написано, в каком режиме именно эта проблема. То есть, когда вы принимали Invite, видимо, в какой-то то ли режим, скорее всего, тут имеется в виду режим All-Star Team-Up, что ли, когда вам не давали возможность выбора позиции. Ну, например, вы на ПГ хотите играть, вас в центр ставили и так далее. Не знаю, очень странно, тут очень кратко написано. Очень многие изменения, ребят, не детально описаны, поэтому иногда непонятно, что имели в виду разработчики. В прошлом, в прошлый раз так же было. Головные уборы теперь правильно можно снять и одеть. И они правильно отображаются в парке. Портрет игрока теперь правильно отображается. Отлично. Ну, это, я думаю, вообще все было, не было с этим проблем. А было, вот это очень интересно, да, то есть, очень много других оптимизаций и улучшений было сделано для того, чтобы улучшить user experience, так называемый, то есть, игровой опыт от игры. То есть, опять же, нет никакой конкретики, просто говорится о том, что вот мы внесли массу изменений и все должно стать лучше. Окей, посмотрим. Дальше. Геймплей. Теперь, при, видимо, пробитии штрафных, поведение тиммейтов, celebration, так скажем, и интеракция отображается корректно. Ну, видимо, это касается, я не знаю, в каких режимах, может быть, возможно, во всех режимах, где есть нормальный 5 на 5. Не знаю, я таких проблем не видел, чтобы какие-то празднования, либо интерактив во время пробития штрафных как-то неправильно отображались. Вот, вот это то, что на самом деле очень важно, то, о чем я говорил перед началом данного видео, либо вы смотрите прямой эфир, немножко оттюнинговано. Причем, как-то интересно, такая формулировка, tune it down, то есть, снижена частота столкновения, ball collision, я даже не знаю, как это на русский перевести. Ну, скорее всего, вот, как раз, когда вы теряете мяч при столкновении, немножко уменьшена частота подобных потерь. Ну, очень тяжело это перевести дословно на русский язык, но вот я думаю, что какие-то изменения в этом плане есть. Пофиксена проблема, которая приводила к временной потере контроля юзером позиции, что ли. Изменение позиции, когда он находился в такие камеры. Возможно, возможно, я могу только предположить, имеется в виду, очень часто бывало, ты переключаешься на игрока, и он какое-то время, секунды-две вообще не шевелится. То есть, он как бревно стоит, и только потом начинает, ты начинаешь им управлять. Я надеюсь, что это пофиксили, потому что это дичайший, и меня лично бесило, потому что не может нормально защищаться. Возможно. Дальше. А, отлично. Оттюнингована, опять же, частота пропущенных олиупов и put-back dunks, когда вы открыты. Ну, тут имеется в виду, скорее всего, когда вы навешиваете, никакого сопротивления дичайшего нет, а вы, тем не менее, промахиваетесь олиупы, либо put-back dunks. Окей. Это положительные изменения. Вот, это вчера проблема у меня возникла, ребят. Вот, вчера вот эта дичайшая вещь, пофиксена проблема, которая позволяла высоко рейтинговым игрокам стрелять пост-фейдовые трешки с высоким процентом. У меня Новицкий вчера в игре забил трешку пост-фейдовым. Это была вообще дичайшая дичь, я надеюсь, такого больше никогда не повторится. Дальше у нас идут изменения MyJame и Career Park. Ну, давайте, быстро прочитаю, попробую. Я, хотя, не очень разбираюсь вот в этих режимах. А, ну, тут проблема пофиксена, когда Борис Бург берет интервью в карьере. Корректно отображаются достижения и репутации, уровни репутации в парках. Корректно отображаются напольные и, эти, как они, настенные темы San Antonio в MyCourt. И последнее, о чем хотелось бы сказать, это пофиксена проблема, когда некоторые купленные обувь некорректно отображались в MyCourt. И последнее, вот, да, последнее, все, так, а, все, что, никаких проблем с предыдущими захоронениями, короче говоря, быть не должно. Ну, что, я надеюсь, что, вот, вот, именно вот это меня внушает, вот, особая, скажем так, особая надежда. Именно вот это изменение, которое, что очень много положительных изменений и дополнений было внесено в игру для того, чтобы улучшить user experience. Отлично! Меня это очень радует, друзья. Посмотрим на практике, как оно будет.